Российские школы готовы к приему 17 миллионов учащихся. В этом году День знаний в России пройдет очно в традиционном формате. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал во время общероссийского родительского собрания, которое он провел в Самаре. Представители других городов подключились онлайн. Будут усилены меры, соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме. Собрание состоялось в 26-й школе на пятой просеке, которая в этом году откроет свои двери для учеников. Сергей Кравцов осмотрел школу. Ее строительство стало возможным благодаря нацпроекту образования. Первый корпус рассчитан на 600 человек, а строительство второго корпуса на 850 мест активно ведется в настоящее время и находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Здесь непростая ситуация. Это Октябрьский район, очень плотная застройка. И строится, построилась вот 26-я школа. Я посмотрел, очень современные, новые. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в ближайшие три года в регионе планируется построить 12 новых школ. В том числе две в Октябрьском районе Самары, где очень сложно подобрать для этого земельные участки. Выбранную территорию нужно еще перевести из федеральной собственности в региональную. Сергей Кравцов пообещал помощь министерства в этом вопросе. При поддержке федеральных властей в Самарском регионе за три года уже ввели в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест. Вошли в систему образования и 40 зданий детских садов. До конца года введут еще 10. В общей сложности в новые садики могут ходить почти 14 тысяч детей. Один из садов сейчас достраивают на улице Подшипниковой. Он рассчитан на 112 воспитанников. Запланировано 21 ясельное место. Кроме того, здесь создадут две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старое здание снесли и на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Проект у нас есть. Подрядчик уже приступил к исполнению. Это, безусловно, в том числе сказалось немножко на срок. Но посчитали, что лучше сделать сейчас. Ввести в эксплуатацию детский сад планируют до конца этого года. Такая практика для крупных городов, для густонаселенных районов, она, конечно, крайне важна. Потому что, понятно, нет проблем на окраине построить и найти место. Еще один вариант решения проблемы – возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали в том числе и чиновничьи структуры. Таким образом, вторую жизнь получил детский сад на Карла Маркса. В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применили при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход. Министр просвещения обратил внимание и на высшее образование. Обсудил с руководством региона возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию самого старого корпуса педагогического вуза знаменитого «Сундука». В этом году университету исполняется 110 лет. Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов. Но один из них на улице Максима Горького, где располагается исторический факультет, по-прежнему остро нуждается в реставрации. Президент страны, как отметил Сергей Кравцов, принял решение о поддержке педагогических вузов. В этом году выделено 5 миллиардов рублей, в следующем году еще 5 миллиардов, поскольку будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов. События.